Привет, фотограферы! Какие ваши дела? Надеюсь, у вас все клево. Меня зовут Виталик и сегодня, как я и обещал, мы поговорим о том, как пользоваться пресетами, моими пресетами, в том числе на телефоне в Lightroom Mobile. Многие из вас после моего предыдущего видео о пресетах для Lightroom спрашивали, кстати, если вы не видели это видео, то ссылка будет на экране прямо сейчас, кликайте и смотрите, там шикарно все. Так вот, многие спрашивали, работают ли мои пресеты на телефоне и как их туда установить. Да, они работают, я писал об этом у себя в инстаграме, тоже подписывайтесь на инстаграм, ссылка в описании. Так вот, работают ли мои пресеты на телефоне и как их туда установить? Да, работают и как раз об этом мы поговорим подробно в этом видео. Наша первая остановка – как установить пресеты на телефон. Для этого есть целых два способа. Первый способ – это синхронизация через Adobe Creative Cloud. Чтобы он сработал, нам необходим компьютер и установлены на него Adobe CC. Не перепутайте, потому что на компьютер есть целых два Lightroom – Adobe Lightroom Classic и Adobe Lightroom CC. Нам нужен Lightroom CC и выглядит он, иконка его выглядит вот так. Ну а еще, еще нам понадобится подписка на Adobe хотя бы на план для фотографов. Итак, как это сделать? Погнали! Запускаем Lightroom CC. Включаем режим редактирования справа вверху. Далее двигаемся вниз, в правый нижний угол и ищем кнопку Presets в стиле. Жмем – откроется панель с нашими уже установленными пресетами. Чтобы добавить новые, жмем иконку опций справа вверху. Выбираем Import Presets или импортировать стили. Теперь находим, где лежит папка с пресетами, которые мы хотим установить. Выбираем их и подтверждаем. Можем видеть, что пресеты установлены. Остается только достать телефон, запустить Lightroom Mobile, выбрать фото, которое вы хотите обработать. Внизу проскроллить вправо и найти меню Presets на русском стиле. Теперь нажимаем на вот этот дропдаун, выбираем V2 2019 Presets и здесь будут наши только что синхронизированные пресеты, которые мы установили на компьютере. Применяем и бам! Готово! Может понадобится немного настроить пресет, подвигать локальные фильтры, например. Кстати, если у вас бесплатная версия, то локальные фильтры не применятся к вашей фотографии и они вообще не доступны, поэтому не падайте на этот счет. Но всегда имеет смысл поиграться с другими настройками, например, с слайдером температуры. Вот так. Отлично. Теперь способ номер два. Ну не хочется вам платить целых 10 баксов в месяц за Adobe. Я вас абсолютно понимаю. И вообще у вас нет Lightroom на компе и вы обрабатываете фотографии только на телефоне. Есть способы для такого случая. Он немного более щекотливый, чем предыдущий, но я вам все покажу. Итак, вы приобрели или скачали один из моих пресет паков и у вас есть zip файл, в котором лежат пресеты. Распаковываем его. И здесь нас интересует папочка dng files. Выбираем dng file и с помощью airdrop или любым другим удобным вам способом. Перекидываем его на телефон. Теперь запускаем Lightroom Mobile на телефоне. Импортируем только что перекинутый файл в программу. Подтверждаем. И снова открываем его. Жмем иконку опций и выбираем create preset. На русском это создать стиль. Все. Готово. Чтобы проверить работает ли он, выбираем другое фото. Листаем вправо. Жмем на кнопку presets. Стили на русском. И здесь вот в этом дропдауне выбираем user presets или пользовательские стили. И вот он наш пресет. Применяем его и бум! Офигенское фото готово. Ну а дальше нужно будет повторить все эти действия с каждым dng файлом, чтобы сохранить все пресеты. Как я и сказал, немножко более рутинный и щекотливый процесс, но рабочий. Окей, теперь вы можете сказать, воу-воу-воу, Виталий, мы же хотели прям совсем без компьютера обойтись. Нет у нас Lightroom на компьютере, нет у нас компьютера. Что делать? Keep calm. I got you covered. Для того, чтобы сделать это, нам нужно скачать приложение для работы с архивами. Например, подойдет iZip. Качаем его. Теперь идем по ссылке в описании этого видео или предыдущего видео. Жмем стрелочку, чтобы показать описание. Клацаем по ссылке. Скроем вниз. Жмем кнопку «Я хочу это». Теперь нужно указать email. Указываем его. Есть. Теперь жмем «Скачать». Раскрываем дропдаун и еще раз жмем «Скачать». Сколько ж можно. Окей, теперь жмем кнопку «Открыть» с помощью iZip. Отделываемся от всяких гадских попапов и жмем «Ок», чтобы распаковать архив. Архив распакован. Открываем папку и дальше открываем папку «DNG files». Здесь выбираем файл, жмем на него, появится окно. Здесь выбираем «Открыть в» и ищем Lightroom Mobile. Если у вас нет здесь Lightroom, то листайте до конца и будет кнопка «Еще». Жмите на нее и ищите там. В общем, отсюда мы жмем иконку Lightroom и фото импортируется в приложение. Получаем такое окно. Жмем «Запустить Lightroom сейчас». Это перенаправит нас сразу в Lightroom. Вот он наш импортированный DNG файл. Ну а дальше мы опять же, как и раньше, создаем пресет, то есть стиль, задаем имя и повторяем описанные действия с каждым DNG файлом из архива, чтобы сохранить все пресеты из пака. Для тех из вас, кто уже приобрел мой пак пресетов и теперь недоумевает, что же делать, нам тоже нужна эта мобильная версия, нам тоже нужны эти DNG файлы. Не волнуйтесь, я обновил архив. Все, что вам нужно сделать, это перекачать его. Для этого проверьте вашу почту, найдите имейл, который пришел после покупки моих пресетов. Там должна быть кнопка, ссылка «Скачать», «Даунлоуд». Жмите на нее, переходите на сайт и перекачивайте архив оттуда, и там уже будет все на месте. Если по какой-то причине вы не нашли этого имейла, или он вам не пришел, или еще что-то случилось, вы его удалили, или я не знаю, что там еще могло произойти. В общем, если у вас нет этого имейла, то пишите мне в личные сообщения в инстаграме, и мы разберемся с этим. Что ж, мы разобрались, как установить пресеты на телефон, и теперь давайте я вам напомню, почему вам нужны мои пресеты. Потому что они клевые. Погнали! Что ж, на этом все. Ссылки на мой пак пресетов и на два бесплатных будут в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что это очень важно для меня. Задавайте вопросы, пишите комменты, я их все читаю. А главное, главное, творите, создавайте, фотографируйте. Ну а мы, мы увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok